Доброе утро! Сто лет назад, столетие этой войны мы недавно отмечали, в этом году в областном краеведческом музее открылась экспозиция, которая так и называется «Великая и забытая», и на выставке представлены рассказы, какие-то экспонаты о героях той войны, так или иначе связанных с Уралом. Но что самое интересное, отыскался и человек, который является прямым потомком одного из героев этой экспозиции, Петра Александровича Сухачева, Георгиевского кавалера. Сегодня его внук Александр Сухачев у нас в студии. Доброе утро! Доброе утро! Ну и у нас вопрос такой. Он был прославленным воином, насколько я понимаю, Первой мировой войны, раз существует история о нем в экспозиции музея. Это так? Да, конечно. Он обладал или награжден Георгиевским крестом второй степени. То есть, да, высший, это золотой крест Георгиевский, предпоследний, самый высший, первый еще есть степень. Вот ему осталось бы еще совершить что-то из ряда вон, и он бы стал полным Георгиевским кавалером. Но вот не судьба, а война закончилась, и знаем, как она закончилась, и в результате на долгие сто лет, в общем-то, герои той войны, ну, как бы, ушли в небытие. Но, я насколько понимаю, вы и ваш отец тоже имеете отношение к военному делу. Это семейные традиции, или что это такое? Ну, как-то принято служить в армии, и отец служил. Ну, понятно, я вот когда портрет деда видел, вот, на стене, три Георгиевского креста, и усыто, наверное, у меня тоже, вот, от него. И поэтому, конечно, иметь в роду такого... Отец тоже служил, он кончил, ну, он старший лейтенант запаса, я тоже сейчас старший лейтенант запаса. Как закончилась служба, присвоили старший лейтенант запас, так, в этом звании остался. Какие-то памятные вещи от деда сохранились дома, есть? Ну, вот, нет, конечно, нет. Почему? Вот кроме фотографий, ничего. Там же история-то, она несколько длинная. В 37-м году деда, в общем-то, по надуманному обвинению забрали, расстреляли. Ну, в 54-м году реабилитировали, ну, это уже, вот, история нашей страны. Ну, и многие, в общем-то, и Георгиев, и участники той войны, ну, были, в общем, репрессированы. Так, как-то вот у нас в государстве. А фотографий много осталось? Ну, достаточно, ну, достаточно так вот, ну, чуть меньше десяти, ну, в общем, все они у меня в интернете есть, и на сайте, и страничка, посвященная деду. Плюс у меня еще на прозору там есть два произведения «Справедливость бессмертий» и «Пресечение пролей», где одна из историй именно вот о деде. Ну, там несколько героев. А как случилась вообще, как случилась эта встреча организаторов выставки? Да. И, насколько я понимаю, вы с Алтая, выставка организуется у нас. Как они вышли на вас, нашли вас? Как вообще узнали о том, что тут какая-то связь? Интернет, вот, чудо техники, это интернет. Нынешний прогресс, этот весь связан вот с интернетом. Потому что я случайно зашел, ну, задаю вопрос, георгиевский кавалер, Петр Александр Сухачев. Ну, и мне дают ответы. И вот один ответ, вот, что готовится выставка. И в числе 25 портретов будет экспонироваться, значит, портрет георгиевского кавалерского Сухачева Петра. Ну, вот, я просто звонился с организаторами, и, в общем, выяснилось, что да, это портрет моего деда. И вот, таким образом... Потрясающе. Вы уже затягиваете еще одного нашего гостя в беседу. Милена, пожалуйста. Наш художник, художник Алексей Лопато, по архивам, да, здравствуйте, Ильич. Здравствуйте. По архивам удалось воссоздать и написать портрет. Как работали? В рамках существующей выставки я представляю по-своему уникальный художественно-исторический проект «Вторая отечественная. Забытые имена». Я этой темой интересуюсь давно. Материал собирал с 2012 года. Поводом, в общем-то, послужило то, что оба моих деда и по отцовской, и по материнской линии участники Первой мировой войны. У меня был большой интерес, и сейчас есть интерес к истории отечественной. И целью этого проекта как раз и является пробуждение интереса к отечественной истории, пробуждение исторической памяти. Для меня это важно, как и для гражданина России, как и для художника, привлечение внимания к подвигам, к выдающимся личностям, героям, коих в истории российской было немало. И во время Первой мировой войны в том числе. И вот сейчас демонстрируется в Кровеческом музее в Свердловском областном 25 портретов героев. Среди них представители самых разных воинских специальностей. То есть там и пехотинцы, и артиллеристы, и кавалеристы, военные моряки, авиаторы, милосердные сестры, священники. Люди самых разных возрастов, национальностей, пола, вероисповедания. Их всех объединяет одно – служение Отечеству, государству российскому. Я буду рад, если в оставшиеся две недели, пока работает выставка, наши граждане, соотечественники, земляки посетят выставку и ознакомятся с историей. Вот, собственно, и что касается Петра Александровича Сухачева, я как-то так сразу же увлекся именно образом. Задачей создания портрета – это не просто фактическое воспроизведение на основе фотографии, это создание художественного образа. И вот Петр Александрович, он меня привлек именно каким-то таким своим, я даже не знаю, как точно сформулировать, харизмой, что ли. То есть своим каким-то вот взглядом проникновенным. И я решил, что я обязательно нарисую его портрет. И так получилось. Счастливо, что отозвался его внук. Я очень рад этому знакомству, этой встрече. Ну, обоюдно. Просто счастье. Замечательно. Я думаю, что сейчас это была потрясающая реклама для того, чтобы все жители Свердловской области посетили наш областной кривейческий музей и столкнулись нос к носу с этими работами. Спасибо большое, скажем, нашим гостям, которые у нас сегодня были. Это уральский художник Алексей Лопато, а также правнук, внук? Внук. Внук. Внук одного из героев, чей портрет представлен на этой выставке. Портрет Петра Александровича Сухачева. А у нас в гостях был Александр Сухачев, его внук. Великая и забытая. Так называется выставка. Ее можно посещать каждый день на протяжении еще ближайших двух недель. Поэтому обязательно совершите этот поступок. Прямо сейчас рубрика «Активность». Немножечко научимся правильно поднимать тяжелые сумки. Прямо сейчас рубрика «Активность».